Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь ТВ, сегодня у нас битва замков, и перед тем, как я покажу свою медузочку и начну вместе с ней угорать на своём основном аккаунте, хотелось бы прорекламировать вам канал, посвящённый битве замков молодого паренька под названием Страйкер ТВ. Канал хороший, парень старается, снимает видосики, ведь, по сути, очень часто бывает так, что у меня на канале и видео-то не выходит, как это сейчас было, или выходит мало, а вам-то, вам-то нужно больше видосов, вот берите, заходите, подписывайтесь, нужно поддерживать ребят, которые начинают пилить видосы по битве замков, а не только каких-то популярных топовых ютуберов ПБЗ смотреть, потому что я уверен, что и моя рожа, и голос мой уже многим надоел, как и других. Так что, ребятки, давайте разнообразие, подпишемся на каналчик, ссылочка будет в описании, тут и прохождение волн, и розыгрыши, и роллинги, всё как вы любите, 5 аккаунтов на Новый год разыгрывается, так что поспешите поучаствовать в конкурсе, так что давайте подписочка там, и напишите, покажите свою силушку, вот мы пришли от князя, все дела, короче, и вообще всё огонь, вот, и лайкусики чё-ли поставьте, поддержите пацана, короче, нужна поддержка, ну, а мы погнали, ссылка, да, в описании, я уже говорил, ребятки, ба-ба-ба-бам, и всё, мы бацать, телепортнулись в битву замков, надо вот так вот взять, экранчик подправить, или вот так вот, или вот так вот, или хо-хо-хо-ха, всё, битва замков уходит от меня, Ладно, короче, тема такая, кто смотрел стрим, знает, что я взял и качнул свою Медузу, Медузу на максимум, на максимум, ребятки, и давайте расскажу вообще, для чего, и почему я изначально не хотел её прокачивать, но так получилось Теперь у меня на одного героя прокачанного на максимум стало больше Медуза была для меня, по сути, второстепенным героем, и когда у меня начали появляться более новые, более крутые, более имбовые герои, Медуза у меня, блин, особо нигде не использовалась Ну ладно, если не ошибаюсь, может, в забытой битве использовалась, вот, и я вот таким героем обычно прокачиваю 8 и 10, вторая эволюция, в принципе, такая золотая середина Присурсом, потому что всем при желании большом ты не можешь взять и сделать 10 и 10, и потом добавили лабиринт, и в лабиринте как раз-таки Медуза уже начала использоваться И сейчас я вам покажу свою пачку лабиринта, вот, попробую объяснить вам, почему она выглядит так, как она выглядит Что у нас тут получается? Анубис-то понятно, без Анубиса никуда Некрос, конечно, немножко спорная, спорная вещь, использовать его или нет Но система данной пачки заключается в том, что за короткое время вам нужно ушатать всю вражескую пачку или хотя бы большинство героев И чтобы просто осталось добить, там, какого-то ослабевшего, раненого, не знаю, вражая, да, или горгулы, неважно И что для этого в этой пачке сделано? Анубис везде используется, окей, Некрос, он, по сути, наносит большой урон и может постоять, немножко потанковать Хранитель дает баф, он у меня с пятой ремкой, он изначально сразу же дает баф Афина наносит урон, Медуза наносит урон, станет и лишает энергии Вообще идеальный вариант, чтобы Медуза ударила по Аресу, потому что многие противники любят использовать Ареса В пачках Купидон дает баф, он тоже с пятой реанимацией И Ворожей, Ворожей также дает баф, ребятки, не забываем, он у меня с пятой реанимацией Малыш Ник ударяет первым, когда я нападаю, и за счет этого успевают сработать все остальные герои Ну, Стрелок тоже, Стрелок, как бы сами понимаете, по сути, для чего он Какая фишка? Вот начинается бой Купидон дает баф, Ворожей дает баф, Хранитель дает баф Даже та же Афина своеобразный баф дает, увеличивая скорость атаки у героев Вот, и срабатывает Медуза с пятой реанимацией, лишая энергии героев и нанося урон Вот, по этой причине я решил увеличить ей урон И, как бы, чтобы все шло гладко и идеально Давайте я вам сейчас попытаюсь показать, как это работает Хотя многие из вас видели, этой тактикой пользуется, опять же, огромнейшее количество игроков У нас 18-й этаж, в принципе, мне нет смысла дальше проходить Потому что максимальную награду я уже забираю До 18-го этажа, к сожалению, дойдя, я потратил 2 дэдшота Так что, это не идеальная тактика Можно плюс 100-500 вещей изменить Но давайте здесь посмотрим По сути, это какой-то, скорее всего А может быть и нет Бот, не бот, может это реально игрок Ну давайте, нападаем и смотрим ситуацию Куб, все срабатывают, моментально разносится пачка Конечно же, если я попаду на пачку примерно такой же силой, как и моя пачка С имбовыми героями Может бой повернуться совершенно в другую сторону Потому что бывает, что даже мои герои возьмут и моментально начнут всех выносить Но они просто не смогут этого сделать Вот сейчас, например, это может Ну, видели, сейчас ареса, просто энергию отобрали Все, это должно происходить молниеносно По этой причине стоят герои с 5-й реанимации И по этой причине стоит, как бы, уже забытый купидон Вот, но вот так вот мы и рубимся Не знаю, сейчас я долго вам это все дело показывать не буду Но, в принципе, вы можете понять сейчас Так, вот видите, сейчас не получилось И, по сути, нам могут дать навалять по башке Но я думаю, что мы обязаны затянуть Потому что там Анубис стоял, да И, видите, сразу всех рубануть у нас со старта не получилось, к сожалению Вот еще одна пачка, но она слабая Хотя в лабиринте, о, видите, как бац-бац-бац и нету никого Хотя лабиринт такая вещь, вроде смотришь Пачка слабая, даже выражения нету И эта пачка слабая каким-то образом Твоих топовых героев выносит Это вообще дикая странная херобора Но она имеет право на существование Вот здесь можем обломаться Ну, в принципе, в принципе, нормально Вот очень плохо, когда горгул включается Но мы большинство героев вырубили И потому у нас должно быть все хорошо Я вам это показал, чтобы вы поняли принцип Потому чем больше шансов того, что я вырублю сразу Вражеских героев со старта Тем лучше, или, по крайней мере, нанесу им много урона И потом смогу вторым каким-то залпом добить Но очень часто вещь бывает такой Что ты, блин, тупо не врубаешь всех героев со старта И они тебе потом дают в обратку очень хорошо Потому что Медуза, Малышник, ну, половина из этих героев У меня не могут долго стоять и не могут танковать Теперь посмотрим на Медузу Что она у меня представляла на восьмом уровне умений И что она представляет сейчас Восьмой уровень умений Она у меня бегала, накладывала чары На две случайные зоны Наносит 540% урона в течение 6 секунд Одна чара ошеломляет То есть ставит стан другая чара Уменьшает их энергию Вот, на 75, да, на 8 секунд Ну, прикольно, ладно Дальше смотрим 540 урон Хопа, здесь уже 640 Когда я прокачал на девятку Да, и обратите внимание сразу, сколько энергии снимается И дальше смотрим сюда Бац, 740 И энергию снимает сразу на 100 Потому, в принципе, ну, выгодно героя качать на десятку Но только в том случае Если вы, конечно, его используете во многих локациях Вы меня спросите, что, блин, медуза-то у тебя не идеальна Идеальная медуза была бы, конечно же, с восьмым богом войны Да, она тогда урона наносила бы просто великое множество Но есть одно, как говорится, но Как бы это странно ни звучало Это но заключается в том, что у меня нету пяти сетов реанимации пятого уровня У меня всего один сет пятой ремки И он используется на ворожеях И потому самым адекватным С моей стороны было поставить пятую ремку Именно непосредственно на медузе Вот, может быть, когда-нибудь Когда у меня будет десять сетов пятой ремки Я смогу себе позволить Взять и на медузу поставить Бог войны восьмой Но пока что В принципе, даже оно, наверное, и не надо Так, по той же причине у меня стоит на Афине Пятая реанимация Я не особо сейчас прокачиваю защиту Хотя, в принципе, у меня защита должна быть, ну, неплохая Герои для этого качались Но, тем не менее Афина, может, у меня иногда и будет стоять на защите Но это не идеальный талант Афине для защиты Но, опять же, почему пятая ремка? Потому что Афина у меня используется в PvP локациях И лучше, пускай, будет на ней стоять пятая ремка Можно было на нее поставить и другой талант Но при том условии, что Как вам объяснить Сет пятой реанимации должен уже был бы стать тогда рунами Хорошо, давайте посмотрим, как у меня собрана непосредственно медуза Медуза, медуза, медуза Медуза, руны Пятый бег Для чего это сделано? Чтобы, к примеру Вот она у меня там стоит во второй линии Во-первых, на нее никто особо не целится И чтобы она сразу выбегала И моментально всех фигачила Скорость у нее передвижения достаточно большая За счет пятого сета бега То есть, мне главное, чтобы она успела долбануть первой Потому все для этого делается Она у меня не собрана на урон И, наверное, будем ее тестить Именно такой сборки, которая присутствует у меня постоянно на данном герое Далее, меч-молния И опять же, во-первых, меч-молния позволяет увернуться от того же удара ареса молчанки Да, она может не получить молчанку, есть шанс А также увеличивает скорость движения на 30% То есть, она еще быстрее начинает бегать Снаряжение, безмолвный выстрел Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы ей потребовалось меньшее количество То есть, как вам сказать Чтобы она с более большого расстояния могла взять и использовать свое умение То есть, у нее стандартно Я могу, конечно, ошибаться Три клетки Но за счет, допустим, этих чар У нее становится четыре клетки То есть, ей не нужно будет так близко подбежать к герою Чтобы взять и включить свое умение Потому, в принципе, на нее именно поставлен безмолвный выстрел Теперь посмотрим на снаряжение Она у меня никогда не была в приоритете Медуза И потому я там жестко не собирал что-то И не тратил много самоцветов на это дело Но, в принципе, собрал вполне себе нормально и адекватно для данного героя В чем фишка? То есть, хотя я думаю, что все равно самов я потратил нормально То есть, я делал так Ждал, когда выпадет или атака, или уклонение Вот, и оставлял Я не собирал полностью уклонение Я не собирал атаку Я сделал такое что-то среднее И критический удар уже выпал шестым талантом И почему бы и нет, я взял его и оставил Потому, она у меня, в принципе, собрана на урон и на уклон Можно было бы даже ее в тех обстоятельствах В которых я ее использую Было бы логичнее ее собрать максимально на урон Но, опять же, у меня сейчас самоцветов немного Я решил в игру донатить пока что меньше Да и возможности нету доната Потому, как бы, ну, в ближайшее время я точно ничего экспериментировать С созвездиями не буду В принципе, вполне хорошо Можно было бы, говорю, побольше атаки Но что уклон Уклон, понимаете Даже с этим уклоном Она может и не выжить в дальнейшем Ей он не особо поможет Герой по сравнению с новыми героями ватной Но Если собрать на ней полностью на атаку Она может со старта взять всех ушатать Понимаете Потому, скорее всего, вот в тех реалиях, которые я использую Возможно, было бы логичнее Если бы здесь было 5 из 6 Собрана именно атака Вот Потому что уклон Этому герою может особо и не помочь Потому что цель Медузы изначально Просто Просуществовать, не знаю 5-8 секунд на поле боя Долбануть своим умением жестко Вот и все Все предназначение Медузы Сейчас я не знаю Как ее можно, конечно же, потестить К примеру Можем зайти в Королевскую битву Посмотреть, сколько она чистоганом Без бафа наносит урона Ну, мы заходим сюда Здесь А, нет Блин Пускай я убрал пачку хорошую А, и все И да И да, у меня Ладно Печаль, беда Окей Вот у нас Медуза И Она у меня не собрана на урон И я ее не буду ставить Собирать на урон Специально, ребят По той лишь причине, что я Ее таким образом не использую Я ее сейчас течу Так, как я ее использую Ну, в принципе, видим, что Урон достаточно, да Вот Ну, достаточно маленький Ничего такого особенного Да, там по 30 тысяч вылетает Потому что это 50 тысяч летело Вот 29 15 Но не забывайте, что Это не единоразовый урон То есть, когда Вражеский герой Находится, к примеру В том радиусе По которому Медуза бьет магией Он получает Несколько раз По 30 тысяч урона Еще раз Смотрим здесь Бац 25 28 И вот Видите, Купидон в зону Заходит Снова Вот Не Купидон, а Суккуб По 16 2025 47 Наносилось 30 В принципе, неплохо Этот урон наносится постоянно Но Опять же Я ее не использую Без бафов Давайте теперь посмотрим Что будет Если я К примеру Долбаную ей какой-то Баф Создам команду К примеру Вот у нас Купидон Кто у нас Баф Дает Тут уже Видите Будет Сложно Прочитать Какой она Урон Наносит Даже Афину Использовать Не буду Купидон И давай Хранитель Это сразу Она Получит Баф Подожди И ее Берем Назад Так И Нападем Сюда По 58 94 73 И Ребята Это урон Который Просто Ну то есть Блин Несколько раз Он там ударит По 94 1000 Сюда Заходим Так Здесь Как-то Не особо Я увидел В любом случае Вы на записи Конечно же Сможете Более внимательнее Это все Просмотреть Допустим В том же Лабиринте Купидон У меня Собран Под такой Же Системе Как и Медуза Что это Себе Как это Выглядит То есть Купидон Также стоит В меч Молний Единственное Что Рунами У него Бега Нету Рунами У него Поставлен Психощит Чтобы На него Не кинули Молчанку Да Или стан Какой-то По 112 По 120 Ты представьте Вот просто По герою Долбит По несколько Раз По 120 Тысяч Причем Не по одному А сразу По тем героям Которые там Находятся Ну очень хорошо Урон наносит Конечно С восьмым богом Войны Там бы вообще Было сумасшествие Или даже Хотя бы Даже хотя бы Ребята Если бы У нее стоял Топор раздора Но опять же В топоре раздора Я ее не использую Хотя теоретически Теоретически Можно использовать Там По сути Добавится урон И по сути Крит урон Больше шансов Может быть Я ее потащу Именно С топором раздора Потому что В принципе У нее и так Стоит Пятый бег Рунами И возможно Ей даже И не нужен Меч молнии Меч молнии С моей стороны Это по сути Лишняя Такая подстраховка Получается Вот давайте Сюда нападем Посмотрим Что из этого получится Нападаем Атака Тоже герой Посильнее Бац 188 Ну опять же Непонятно От кого 188 Прилетело Но В принципе Как мы видим Пачка вынесена Была достаточно Быстро Ладно Я думаю Что здесь Мы тестить ее Перестанем Можно ради Интереса Посмотреть Что она С себя Будет Представлять На волнах На волнах И Единственное Да Тыкву мы ставить Не будем Этого мы ставить Не будем Давайте Самую крутую Аф-волну Запустим Поржем с этого Дела Афину мы Использовать Не будем Вместо Афины Мы поставим Как раз таки Медузу Медузу Медуза Медуза Где ты Дура А слушайте Она возможно У меня где-то В башне Так Гарнизон Тыкву Можно поставить Здесь Варлок Здесь Минос С Влада Можно поставить Так Нет Так вот Ну слушаем А Ёлки-палки Что ж я туплю Медуза У меня Используется Непосредственно Непосредственно Используется В В В В В Тотеме Я могу Взять И поставить Сюда Использоваться Не знаю Ладно Давайте Деда Мороза Так Угораем И Вместо Кого Мне Медузу Поставить Вот Вместо Афины Вместо Афины Мы ставим Медузу Ворожей Рина Ну Ну В принципе Вот Такая Вот Пачка Конечно Мы Последнюю Самую Крутую Волну Скорее Всего Не Пройдем Вот Но По крайней Мере Сможем Обратить Внимание Как Ведет Себя Медуза Так Это Мы Проматываем Это Нам Не Интересно Я Пока Что Вообще Не Вижу Чтоб Она Сработала Я Честно Вообще Не Вижу Может Я Не Поставил Так Ну Давай Сработай Дурочка Кстати Говоря Медуза Вам Может Пригодиться Для Прохождения К примеру Аф Волны Что Там Конкретно Используют Можно Использовать Многие Именно С Медузы Проходили Или АЕ То По сути Медуза Может Быть Полезна На Прохождение Этих Волн Слушайте Ребята Я Не Вижу Может Я Не Поставил АГ 3 Волна Или Ее Вырубили Сразу Не Знаю Еще Раз Посмотрим Надо Убедиться Что Она Стоит Ну Да Стоит Честно Она Вообще Незаметно Слушайте Ну Давайте Попробуем АФ Волны Пройти Не Знаю Так Мекрос Дал В ответ Я Уже Не Помню Что На АФ Волне Происходит Да Вот Медуза У нас Пока Что Жива Я Думаю Что Хранителя Слушай Долбит Долбит Нормально Там Бац Сюда Себе Под бок Кинуло И все Ушатывает Всех АФ 4 Волна Ну Давай Сюда Ударь Нет Нас Сюда Ударил Надо Было Сразу По Всей Куче Долбить АФ 4 Волна В принципе Посмотрите Как Время Меняется Совсем Недавно Мучились АФ 4 Волну Пройти Не Могли А Сейчас Уже Надобавляли Столько Героев Что Просто Там Без Тыквы Без Ничего Там Какого Героя Ставь Все Равно Проходишь Давай Медуза А она здесь Сработала Ну В любом Случа На записи Вы можете Обратить Внимание Как она Се Проявляет Тут Мы можем Лишиться Зданий Хотя Нет Не лишимся Потому что Черепа Мы ушатали Во Медуза Сработала А Ну Тут Ограничение Видите В 60 Тысяч Вот Потому Урон Большой Мы не увидим Но Я думаю Что за 2 Минуты Мы успеем Конечно же Этого Демона Долбануть По крайней мере Тест На волнах Грустный И неинтересный А видео Тем не менее У нас Длится уже Достаточно Долго По этой причине Я думаю Что пора Его прекращать Если вам Нравится Подобного Плана Видос Это по сути Техническая Серия Я с вами Поговорил Показал Вообще Чё да Как происходит И единственное Последнее Вот чисто Писькомерство Посмотреть Сколько же У меня героев Прокачано На Десятый Скилл Ну а вы Ставьте лайки Если вам Видео Понравилось Раз герой Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Блин Я сбился Короче Ребята Так Раз Два Три Четыре Нет Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать Двадцать Один Двадцать Два Я гребаный мажор Двадцать два героя Прокачано на Десять и десять А в свое время Когда добавили Прокачку Десятого уровня Скилла Я говорил Да вы что Да я никогда Я лучше Плюс сто пятьсот Героев Прокачаю на 9.10, а сейчас видите, все поменялось все, все меняется в игре, 22 героя прокачано на 10.10, ну, как-то вот так вот, на самом деле оно наверное и правильно, я же вам пожелаю огромнейшей удачи, не забываем подписываться на канал подписываться на StrikerTV, ссылочка находится в описании, парень старается нужно его поддержать, всем пока, друзья